МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы смотрите новости на АТВ. С вами в студии Илья Балаханов. И перейдем к главным темам выпуска. В Улан-Удэ начали строить третий мост через УДУ. То есть средства защиты у нас все в полном объеме. Улан-Удэнский ЛВРЗ готов к труду и обороне против вируса. Еще в 2017 году нам обещали решить проблему третьего моста через УДУ на федеральном уровне. Вопрос по нему Владимиру Путину на большой пресс-конференции задала наша коллега Юлия Пермякова. И вот свершилось. Строительство стартовало. Изначально хотели уложиться в 4 года, но сроки планируют сократить до 3 лет. Проверить ход работы приехали глава Бурятии и мэр города. Подробности в нашем следующем материале. Проект мостового перехода, он перед нами, состоит из самого мостового перехода через реку УДА. Это 221 метр. Трех путепроводов, два наземных, на правом берегу 66,44 и туннельного типа 17 метров. И здесь, на левом берегу, пешеходный переход наземный. У нас везде здесь будет по 4 полосы. Больше пропускная и провозная способность будет по этим дорогам. Хорошо. Что сейчас производится, какой объем работ будет выполнен в этом году? Сейчас мы конкретно делаем, проводим работу по строительным площадкам на левом берегу конкретно. Работа самосвальной комплексы с 5 единиц. В этом году мы будем производить работы по выносу инженерных коммуникаций, строительные площадки, демонтаж ведука и земляные работы. Будет очень красиво, будет хорошая развязка. Будет сам по себе проект уникален. От нас качественная, своевременная сдача моста. Это улучшает не только логистику, но и будет влиять на экологию города. Ведь одна треть загазованности дает как раз таки транспорт. Хочу поздравить всех жителей города с тем, что стройка началась. Работы физически уже производятся. И за три года мост будет построен. Этот мост не только через УДУ, это и путепровод через железную дорогу, через Транссиб, который соединит, существенно облегчит движение в городе. И даст не только более быстрое и легкое движение для автотранспорта, но и даст другое дыхание прилегающего района, где мы с вами находимся. На том берегу это новый вклад в развитие и повышение привлекательности для жителей, для того, чтобы здесь застраивалась территория, создавались новые объекты. Это то, что даст городу новую жизнь. Хватит отжигать. В Бурятии введен особый противопожарный режим. 7 апреля на всей территории республики запрещено разведение костров и отжиг травы. Запрещено выжигание сухой травянистой растительности на землях всех категорий. Запрещено разведение костров. И на садоводческих участках, придомовых участках запрещено выжигание сухой травянистой растительности на землях сельхоз, угодий, то есть на всех категориях земель. Сегодня только за сутки 7 лиц привлечено к административной ответственности за выжигание сухой травянистой растительности на территории республики. В прошлом году общая сумма наложенных штрафов за весь пожароопасный сезон составила более 7 миллионов рублей. За две недели в лесах Бурятии зафиксировали 62 пожара. Три лесных все еще не потушены. Большинство пожаров произошло по вине человека. Это выжигание сухой травянистой растительности и это неосторожное обращение с огнем в лесном массиве. Выжигание сухой травянистой растительности на полях, в дальнейшем огонь перешел на лес. Таких случаев 47, 10 случаев это выжигание в результате, 47 неосторожное обращение с огнем в лесу и 10 случаев это когда выжигали стерню сухую и огонь в дальнейшем в результате сельхозпала перешел на Гослесфон. Только за две недели огонь уничтожил больше 800 гектаров леса. Несмотря на запреты, жители районов снова и снова поджигают сенокосы. Сейчас специалисты и добровольцы не дают разгореться торфяникам. В Бурятии выявили новые случаи заражения коронавирусом. Всего COVID-19 подтвердили у 92-х человек, еще 8 на подозрении. Их анализы отправили в Иркутскую лабораторию. Отмечу, 22 пациента выздоровели и уже дома. В стационаре остаются 69 человек. У нескольких болезней протекает в тяжелой форме. Один больной на аппарате ИВЛ. Ограничительные мероприятия продолжаются. Жителям Бурятии предписано оставаться дома. Общепиты, парикмахерские, многие магазины и предприятия закрыты. Бизнес терпит убытки. О мерах поддержки предпринимателей сегодня рассказала министр экономики Екатерина Кочетова. Принято решение о введении на территорию республики Бурятия спецрежима по самозанятым налогно-профессиональный доход. Вторая мера в части налогового регулирования – это муниципальные образования должны принять на своем уровне проект решений своих депутатов о снижении ставки по единому налогу на умененный доход. Мы ее рекомендуем муниципальным образованием сократить на 50%, это с 15% до 7,5% уменьшить. Фактически у нас недополученные доходы по этому режиму будут порядка 135-155 миллионов рублей для республики Бурятия, что тоже очень весомо для предпринимателей. Мы приняли решение о уменьшении стоимости патента на 90%, то есть предприниматели, которые платят за свою деятельность патент, будут платить всего лишь 10% от установленной стоимости. Принято решение о сохранении субсидирования частных организаций образовательных и детских садов. Даже если дети не посещают, все равно оплата будет предпринимателям и частным детским садам производиться. Однозначно операции с недвижимым имуществом войдут туда, строительная отрасль туда войдет, розничная торговля непромышленными, непродовольственными товарами, оптовые непродовольственные товары. Это все наши сферы туристические, в которые они уже вошли. Также принято решение о докапитализации микрофинансовой организации на предоставление льготных займов предпринимателям, которые оказались в наиболее пострадавших отраслях. Это микрозаймы, которые выдаются под льготную процентную ставку. 6% это ставка рефинансированная, которую предприниматель может до 5 миллионов, до 3 лет оформить микрозайм. По посчетам Минэка бюджет недосчитается 22 миллионов по патентам и 155 по ЕНВД. Эти средства должны остаться у бизнеса. Сейчас промышленные предприятия работают в особом режиме. Маски, дистанция и дезинфекция – главное в работе каждой организации. Антон Симонов побывал на Улан-Уденском ЛВРЗ и убедился в исполнении всех эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Стандартная схема для любого работника предприятия выглядит так. Для начала дезинфицируем руки. Следующим шагом мы должны преодолеть проходную и нам померять температуру. Все нормально? Да, нормально. Собственно, я готов работать. Не хватает мне только каски. Территория завода очень обширная. Здесь есть отдельные улицы, аллеи. И чтобы их дезинфицировать, работает специальная техника. Работает настолько хорошо, что чуть мою ногу не продезинфицировала. Работает одна машина. Обрабатывается дезинфекция, проводится утром и вечером. При необходимости проводится дополнительная дезинфекция. Мы в самом центре производственного процесса. И все рабочие соблюдают определенные правила. Во-первых, это маска. Во-вторых, тут от всех пахнет спиртом, потому что постоянно дезинфицируют руки. А как часто вообще руки дезинфицируете? Ну, раз 15-20 людей. Здравствуйте. Вот здесь много плакатов висят. Вы вообще их считаете? Внимание на них обращаете? Да, постоянно. Потому что мы за стенкой работаем. А о чем здесь вообще пишут? Можете рассказать? По соблюдению режима коронавируса. Темпы производства у нас обычные. Значит, план установленный. Никто его снижать не будет, потому что экономика на месте стоять не должна. Значит, люди привыкли к стабильной жизни, получать вовремя зарплату. Поэтому надо работать. Производство останавливать нельзя. Есть на предприятии ЦК, которые практически не останавливали свою работу. Например, Сталилитейный. Когда указ президента вышел, значит, полностью остановили производство. Не прошло недели, как сеть депо Дальнего Востока, Дальневосточного отделения, остались без тормозной колодки. Это могло привести к остановке движения на Транссибирской магистрали. Поэтому было, в принципе, сразу принято экстренные меры. И производство было запущено. Мы начали грузить продукцию уже с самых первых чисел апреля. Всего на заводе около 6 тысяч рабочих. Большая часть из них находится на самоизоляции. И по факту на рабочих местах где-то 800 сотрудников. Но, тем не менее, здравпункт работает в обычном режиме. Но заболевших здесь нет. Здесь только я, оператор и фельдшеры. Завод оснащается маской. Есть дезинфицирующие средства, нам выделяется. Все, есть перчатки, есть средства защиты. У нас все в полном объеме. Сейчас многие бизнесмены оказывают материальную помощь медицинским организациям на борьбу с коронавирусом. Локотех, куда входит Улан-Уденский ЛВРЗ, также не остался в стороне. Они перечислили региональной общественной организацией медицинская палата Бурятии 3 миллиона рублей. Антон Симонов, Данила Жарко, телекомпания АТВ. Как и чем страдают наши земляки во время самоизоляции? Бадамун Хоев выяснил, что у кого-то сдают нервы, а кому-то нахождение в четырех стенах приносит небывалое удовольствие. Ну что ты, братишка, грустишь? На карантине без свадеб сидишь. А хочется хавать и пить. Только хочется как раньше жить. Вот ты же начинаешь делать какие-то вещи, которые ты раньше не делал. Потому что времени появилось много. Сначала ты начинаешь делать какие-то вещи. Потом ты начинаешь планирование этих вещей. Вот к чему я и вел. Ну то есть я там начинаю планировать. Подъем во столько-то. Отбой во столько-то. В три часа игра на гитаре. Ну то есть там какие-то такие вещи. Первую неделю мне было, если честно сказать, в удовольствие отдохнуть. А последние дни уже, честно говоря, тяжеловато. Хочется на работу, хочется побольше людей видеть, с друзьями встретиться. А здесь это невозможно. Накапливается немного нервное напряжение, с которым я справляюсь с помощью всякой работы по дому и так далее. Я начала раздражаться вообще по любому поводу. Стараюсь это никак не уплескивать на близких людях, но это имеет место быть. Впервые за много лет я, наверное, отдохнул, потому что я работаю как бы сам на себя. У меня отпуска такового нет. Очень много свободного времени появилось. Соответственно, я отдыхаю. Чувствуешь себя лучше? Ну, безусловно. Я понимаю, что для многих людей это трудно, это тяжело. Но вот лично я себя чувствую прекрасно. Ну, не знаю, насколько это долго. Тут маленький нюанс. Еще бы мне, вот как людям, которые бюджетники, еще и деньги платили, что я дома сидел, я бы вообще, наверное, никуда не выходил. А так, видишь, приходят все равно по работе иногда. Бойцы дома тренируются спокойно. Замену нашли залом. В принципе, работы со своим весом хватает. Если есть дома турник, то это вообще прекрасно. За месяц сидения дома во мне изменилось, наверное, мое отношение к живому общению. То есть я как бы больше начал ценить живое общение. Хотелось бы вернуться в прошлое. Я бы, наверное, подошел бы к человеку, к китайцу, который хотел съесть летучую мышь. Сказал бы, не надо. Сейчас какие у меня дела? Покушать, приготовить, поесть, поиграть на гитаре, почитать книгу, за компьютером посидеть, в телефоне пошариться. Вот, собственно, и все мои дела. Ну, действительно, так получилось. И все это ты расписываешь? И надеюсь, когда выйду с карантина, то есть я начну расписывать уже дела настоящие, такие сильные. Такого особо не заметил, что тяжелее стал. Да, иногда, ну, бывает вечером, устаешь от себя. Но где-то так, мимолетно, то есть не прям там критично, чтобы с ума сходить. Нет, вроде все нормально. Чего себя развлекаете? Готовим, вот сами стрижемся. Недавно семья подстриг. И сына тоже подстриг. Я, кстати, бросила читать, когда устроилась на работу. Это произошло полгода назад. И сейчас я вообще полностью возобновила эту привычку. Уже две книги позади. Считаю, что это хороший навык приобретенный. За время самоизоляции я понял, что хобби для человека, они, в принципе, очень нужны. То есть, когда свой взгляд на хобби я кардинально поменял. Начал вырезать вот такие штуки, чтобы слепить фигурки и как-то занять себя, свои руки и свои мысли. Мы переживаем. Но если это продлится до июня, либо до июля, то, скорее всего, мы, не знаю, там, с Москвы, наверное, сейчас людей в Улан-Удэ не очень рады видеть. Смотрю, там, поставлю очень гневные комментарии по поводу москвичей, кто приезжает с Москвы в Улан-Удэ. Но вы будете все равно перебираться, если это продлится. Ну да, да, да. То есть, если мы прилетим, то это, конечно, две недели карантина. Никуда не будем ходить, ни с кем контактировать. Потому что неохота быть виновником какого-то распространения дальнейшего вируса. Страдание – это та штука, которую человек сам себе развивает. То есть, в любой ситуации можно найти что-то позитивное и положительное. Да, конечно, это тяжело сидеть дома. Ну а почему? Сейчас же есть интернет. Интернет – это окно в мир. Я сериалы смотрю, я в игры играю, я с людьми общаюсь тоже через интернет. То есть, у меня там брат двоюродный вообще в Испании застрял на этом карантине. Мы с ним каждый вечер разговариваем. То есть, это не повод запираться. Это повод находить новое, чему-то обучаться новому. Понимаешь, да? И мы, правда, не знаем, куда и как это выйдет, но однозначно одно – долго люди не могут просто сидеть. То есть, в мае это закончится так или иначе, потому что, ну, денег нет на еду. Будет очень неприятная новость, если это продлится. Поэтому я надеюсь, что все-таки 1 мая я вернусь на работу. Дезинфекция общественных мест в городе продолжается. Многоквартирные дома и дворы тоже обрабатывают. Эта задача легла на плечи управляющих компаний. А что делать жителям бесхозных домов? Екатерина Устюшенко подробнее. Если вы услышали такой гул в своем подъезде, не пугайтесь, скорее всего, его пришли обрабатывать. В Ланаде больше 380 бесхозных домов, то есть, которые без управляющих компаний и в которых не выбран способ управления. Именно их КГХ взяли под свое крыло. У нас в таких городе 384 дома. На сегодняшний день эти дома у нас остаются, можно сказать, без обработки. Поэтому было руководством города принято решение о выделении средств на именно обработку таких домов. На сегодняшний день, с пятницы, компания «Биофарм» приступила к обработке. Нам присылаются отчеты. Составлен график выполнения работ. Аппарат горячего опыления работает за счет бензина. Тяжелая штука? Нет. Полная заправка, 20 килограмм. А сейчас полная заправка? Ну да, почти полная. Да, тяжелая. Дезинфекция происходит два раза в неделю, согласно списку, на протяжении месяца. Аппараты у нас и по производству из Южной Кореи, почему мы их выбрали? Потому что, как у нас была эпидемия в Китае, как мы все знаем, и они признаны достаточно эффективными, бесконтактной. И получается, полностью заполнение всего помещения происходит. Из-за того, что туман распыляется и заполняет все мелкие и большие поверхности труднодоступные, которые не могут протереть руками или еще что-нибудь. У пенсионеров отнимают деньги. В начале апреля, когда пришло время получать пенсию, многие бабушки и дедушки неприятно удивились. Часть суммы, и немалую, сняли в пользу ТГК-14. Компания утверждает, что все удержания производятся на основании решения суда. Почему в такое трудное время энергетики решили взяться за долги пенсионеров, разбирался Чингис Яхунаев. Снимают, как правило, 50% от начисленной пенсии по судебным приказам. Только из-за самоизоляции эти решения оспорить невозможно, ведь суд закрыт и рассматривает только срочные дела. Сегодня сложилась такая ситуация, что многие пенсионеры выплачивают 50% от своих пенсий. Здесь ни с чем поспорить нельзя. Почему? Потому что действующее законодательство дает право А. Проводить суды без граждан, а именно по искам, допустим, того же ТГК-14. Б. Служба судебных приставов должна выполнять решение судов. Ну, казалось бы, все замечательно, но совершенно забыли о том, что совершенно сейчас сложилась другая ситуация. И когда правительство Российской Федерации возносило решение относительно различных каникул, То есть дали каникулы на послабление по кредитам, по различным банковским выплатам и все прочее, да? Но забыли эту категорию населения. Я не говорю о задолженности, допустим, по алиментам или еще по каким-то другим видам. Я говорю именно по оплате задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В данном случае люди оказались в такой ситуации, что выплатить надо 50% от своей пенсии. А вы понимаете, что пенсии у нас в республике небольшие. Поэтому у людей практически не остается денег ни на покупку лекарств, ни на, скажем, обычные, вот на покупку продуктов и так далее. И я думаю, что первое, то, что должны сделать граждане республики Брятия, обратиться в службу судебных приставов. Потому что это разрешает гражданский кодекс, поскольку у нас введены практически чрезвычайные ситуации. Вот то, что сложилось для того, чтобы ту задолженность, которая у них есть, пролонгировать, то есть разнести ее на ближайшие полгода, ну или до конца года, до 2020 года. Это с одной стороны. С другой стороны, а к людям оспаривать это решение, да, то есть, возможно, все сроки уйдут. Я считаю, что и суды сейчас должны к этому подключиться для того, чтобы проверить правильность тех начислений, которые есть. Как заявил глава Бурятия, цитирую, если информация подтвердится, по этим фактам подать заявление в прокуратуру. Либо как на преступную халатность, либо как на превышение полномочий со стороны ТГК-14. Эти вещи не должны остаться безнаказанными. Мы обратились в пресс-службу компании, чтобы услышать хоть какие-нибудь комментарии с их стороны. Мне направьте на электронную почту запрос информации и конкретные адреса, пожалуйста, укажите, чтобы мы отработали по конкретным адресам. Хорошо, жалобы? На время выхода репортажа ТГК так и не дали ответа. Поступить по закону или по совести решать энергетикам. Но если у них это не получится, разбираться буду с ними. Чингис Яхуная, Буаза Наков, телекомпания АТВ. На этом у меня все. С вами был Илья Балыханов. Наши новости вы всегда можете увидеть на официальном сайте АТВ и социальных сетях. До скорых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok